Сегодня много говорили о покое Божьем. И, наверное, самое такое часто употребляемое выражение, одно из самых часто употребляемых выражений, которое мы слышим, слышим его везде. В наших семьях, на работе, на улице. Такое выражение «дай мне покой». Вы его часто употребляете? А? Или нет? Мы его иногда, знаете, иногда частенько употребляем. «Дай мне покой». «Дай мне покой», мы говорим детям. Там дети, отвернувшись, там «дайте нам покой», говорят. Люди говорят друг другу «дай мне покой, я устал». Это действительно то, что человеку нужно в этой жизни. Но Слово Божие говорит, что «покой тебе не могу дать я, и ты мне не можешь дать покой». И никто никому не может дать покой. А покой может дать тебе только Иисус Христос. Слава Богу! Иисус Христос, Единственный, сказал такие слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и древо моё на себя, и вы найдёте покой душам вашим». Это единственный Сын Божий, кто может дать покой истовлённой душе. Слава Богу! Слава Богу! «Потому сейчас я хочу обратиться к вам, кто, может быть, ещё не имеет этого покоя в своём сердце. Кто ещё не познал, что значит, когда бремя греховное снято с тебя Богом. Когда ты в душе своей чувствуешь, знаешь, осознаёшь, что ты спасённый человек ради того, что Иисус Христос умер за меня на Голгофском кресте. Слава Богу! Это и есть покой. Это и есть тот мир в сердце, который даёт нам Бог. Этот покой отнять никто не может. Слава Богу! Никто не может его отнять. И никакое раздражение, никакое что-то люди, никакие политики, никакие войны даже не могут отнять у тебя этот покой. Я спасённый человек. И это не касается тела моего. Тело может быть убито. Тело умрёт наше. Но покой, он не зависит от этой телесной жизни. Он зависит от вечной жизни, которая живёт сегодня во мне, которая бурлит сегодня во мне. Если бурлит, конечно, да? Которая бурлит сегодня во мне и все устремления мои в небо к Господу. Как сказал святой апостол, а я, говорит, желаю водвориться уже у Господа. Вот это и есть покой. Человек был в совершенном покое. Которое не пугали перемены, не пугали тюрьмы, не пугали там люди, там угрозы. Он знал, что у него в сердце покой и небо его дом. Слава Богу. Кто хочет сегодня такой покой, вы можете выйти сюда, и мы будем молиться за вас. А сейчас мы воспоём 926 номер, когда ты для Господа сердце откроешь вот как раз эти хорошие слова. И в момент пения, когда ты захочешь, когда, если коснётся тебе Дух Святой, ты можешь выйти сюда, и мы будем молиться за тебя. Потому что человеку важно. Не то, в какой религии он родился. Не то, во что ты сегодня веришь. Ни православие, ни мусульманство, ни пятидесятничество важно тебе сегодня. Не то, что там тебе передали дедушки, бабушки, и ты по-своему что-то веришь. Это никакого отношения не имеет к вере. К вере имеет отношение только Слово Божие, то, что написано в Библии. И читал ты его, знаешь ты его, знаешь и ты волю Божью. Вот это самое главное. Отсюда только видно, спасённый ли ты человек. И только из этого основания человек должен сказать, да, я не знаю Библии, я не знаю Бога, я не знаю путей Божьих, я не читал это. Значит мне нужно каяться. Значит мне надо идти к Богу и просить прощения. И тогда мир Божий войдёт в меня. И тогда пути Божии будут ясными для меня, когда Христос, который войдёт в меня, будет просвещать меня. Слава Богу. Давайте будем петь, когда ты для Господа сердце откроешь. Если у вас будет желание выйти покаяться, и веса будут радоваться от этого.